Здравствуйте! Пришло время к произвести обработку зеленых побегов виноградных кустов от многих вредителей и от болезней. До этого я уже по-сухому обрабатывал один раз, потом вторую обработку делал до дождей, это неделю где-то назад. Фунгицинов кабриотоп 20 грамм, который защищает виноградные кусты от таких грибковых болезней, как милдию, оидиум и антракноз. И тоже фунгицид топаз от таких грибковых болезней, как оидиум и гнили. Это все разводим в одной емкости на 10 литров воды. И в B58 тоже можно было бы, если топаз там не присутствовал. Но как топаз и B58, я не знаю, совместимы они или нет, не нашел это совмещение, самого не было времени, чтобы это проверить. Поэтому сегодня буду производить опрыскивание только B58. Тут две ампулы, каждая ампула по 5 мл. Вот этих 10 мл, две ампулы, необходимо развесить в 10 литров воды. И обработку производим, как обычно, под вечер. Электрическим опрыскателем буду обрабатывать эти виноградные побеги. B58 защищает в основном от клещей, листовертки и многих других насекомых, листогрызущих. Эту работу необходимо производить за 40 дней до сбора урожая. А срок защиты B58 это где-то 9-10 дней. Итак, приступаю к опрыскиванию данных виноградных зеленых побегов данным препаратом. Одеваем очки, респиратор, берем, защищаем тоже дыхатели, свои органы. И начинаем производить обработку. Вот таким методом эти все виноградные. Кусты я сейчас обработаю. Следующая обработка будет, когда гроздочки достигнут большого размера. Перед цветением, можно так сказать. Это будет следующая обработка. А это, так сказать, уже практически вторая обработка. Постараюсь в отдельном видео выложить список таблиц необходимых пестицидов совместимости в акву и емкость для обработки виноградных кустов на весь период вегетации винограда. После этой обработки через дня 2-3 буду производить выломку ненужных зеленых побегов на данных виноградных кустах. Сейчас я еще выломки никакой не производил. Пусть после обработки все это пройдет, а потом буду производить обломку зеленых побегов. Раньше я выламывал зеленые побеги, когда они были по 2-3 листочка. Теперь решил по-другому. Потому что выламываешь и не видишь, какие соцветия 1 или 2. Поэтому буду оставлять те зеленые побеги, где есть 2 соцветия, а где 1 или слабо развитые те, буду выламывать. Двойники, тройники, соответственно, тоже буду это делать. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает быть в курсе всех моих событий и получаете известие о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.